Ну а перед началом данного видео я бы хотел посоветовать вам подписаться на канал моего хорошего друга стримера Визард. Канал давно себя зарекомендовал с хорошей стороны, здесь вы найдете прохождение различных интересных игр, а также можете поприсутствовать на стримах, которые проходят часто. На стримах всегда тепло и уютно, а также присутствует экшен. Если тебе интересны такие игры, как CSGO, Forest, Beasts of Bermuda, Among Us и The Isle, то тебе сюда. А также я посоветую подписаться на его телеграм-канал, там вы узнаете все самые свежие новости по стримам и выходам видео на его канале. Все ссылочки будут в описании. Ну а мы начинаем. И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем экспериментировать в симуляторе под названием Universe Sandbox 2. Ну а перед началом экспериментов я хотел бы выразить огромную благодарность всем спонсорам на нашем канале. Спасибо вам огромное за поддержку. Также сказать огромная благодарность всем тем, кто следит за новыми видео, ставить лайки, подписываться на канал, спасибо, ребята, спасибо вам всем огромное. Ну что же, сегодня наш эксперимент будет состоять в том, что представим на секунду то, как будто солнце взорвалось. Да, оно просто взорвалось. То есть превратилось в сверхновую. Конечно, мы знаем, что такого в будущем не случится с нашей звездой, потому что она не такая массивная, как другие звезды, не обладая такой массой. В будущем, конечно же, где-то приблизительно через 5 миллиардов лет солнце будет постепенно увеличиваться в размерах. Топливо, водород будет потихоньку кончаться. Ядерные запасы топлива, короче говоря, будет исчерпываться. Оно превратится в красного гиганта и со временем просто превратится в маленького карлика. Но представим то, как будто бы, я не знаю, наше солнце обладает большей массой и просто пришло время, через несколько миллиардов лет. Оно также исчерпало свое ядерное топливо и взорвалось. Посмотрим, что будет с Солнечной системой, что будет с планетой Земля. Конечно, планета Земля, мне кажется, к тому времени и так уже от чего-либо, наверное, погибнет. Не знаю, удары астероидов, метеоритов, которые происходят один раз в несколько миллионов, сотен миллионов лет, которые убивают жизни. По истории уже это пройдено. Ну, ладно, не суть. Ну что же, давайте начинаем данную симуляцию. Так, скорость у меня 3 секунды в секунду. Конечно, когда взорвется Солнце на Земле, мы это узнаем всего лишь через 8 минут. Так, подожди, надо увеличить, наверное, скорость. Все, вот он, произошел взрыв. Сверхновая. Сверхновая в Солнечной системе. Довольно-таки ярко. Так, подожди. Да, будет большая планетарная туманность, я тебе скажу. Так, стой, стой, стой. Интересно, за сколько облака сверхновой дойдут до Земли? Наверное, приблизительно, я думаю, достигнут орбиты за час. Конечно, от такого взрыва поверхность всех других планет моментально начнет разогреваться и, естественно, уничтожит планеты, уничтожит жизнь на планете Земля. Так, Меркурий. Можно пока, наверное, посмотреть самую ближайшую планету. Меркурий. Что у нас с поверхностью? Так. Средняя температура 176 градусов, но пока еще не столь жарко. Давай увеличим скорость. Еще быстрее. 176 градусов. Да, температура начинает расти. Так, я хочу отдалиться и вернуться к планете Земля. Я думаю, что, наверное, уже за этот промежуток времени, 8 минут прошло, мы бы, наверное, уже бы увидели с планеты Земля яркую вспышку на небе и, скорее всего, вот эту вот туманность от сверхновой. Поверхность сейчас должна просто адски разогреваться. Так. Я хочу посмотреть по статистике. Так. Экватор. На экваторе температура держится. Высота, паровая масса, глубина воды. Так. Да, по-моему, ледники начинают таять. И, кстати говоря, уровень океана повышается. Посмотри. Скорее всего, пока тают ледники, я не вижу, что затапливает какие-то континенты. Да, это было бы... На это было бы посмотреть эпично. Здорово. Но, зная то, что ты погибнешь, это не очень, как бы, такое себе, да. Толщина льда. Да, лед постепенно тает. Средняя температура на Земле, кстати, уже возрастает. 35 градусов. Состав. Так. Водород, вода. Вода, 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 кстати, да. Теряет проценты. Нет данных толщины льда? В смысле? Весь лед растаял? Ну, если это растаявший лед, то я тогда не знаю. Вообще, должен быть какой-то континент. Коричневого цвета показаться. Но почему здесь? Я вижу, что Антарктида замерзла. Замерзла. Так, поверхность. Что у нас? Средняя температура 400 градусов. Ого! Земля начинает, по-моему, зажигаться. Океаны начинают испаряться. А вот, кстати, вот теперь я вижу, что ледники начинают таять потихоньку. Ну, все. Землянам точно каюк. Теперь мне интересно посмотреть на Юпитер. Ведь от такого Юпитер должен тоже повысить свою температуру и зажечься. Скорее всего, наверное, планеты сейчас просто собьются со своих орбит и их выкинет просто в открытый космос по прямой. Да. Так, увеличим скорость. И теперь возвратимся к нашему Юпитеру. Температура возрастает, да? Сейчас Юпитер зажгется. Зажжется. Загорится. Водород в его недрах загорелся. Можно сказать, вторая звезда. Мне интересно, насколько далеко распространится этот взрыв сверхновый. Так, давайте возьмем расстояние, допустим, один световой год. Вот так. Один световой год. У нас прошло, наверное, около двух часов после взрыва. Насколько быстро распространится все это? Ты видел вот эти всплески? Это, по-моему, планеты Солнечной системы просто выкинуло. За полгода! Практически за полгода вспышка сверхновой распространится на один световой год. Хорошо. Мне интересно теперь кое-что немного другое. Предположим... Так, давайте выберем Солнечную систему. Предположим, что ближайшие к нам звезды звездная система, а именно звездная система Альфа Центавра. И, допустим, одна из звезд также взорвалась. Так, расстояние четыре световых года, насколько я помню. Пойдем по этой сетке. Два, три, четыре световых года. Ну, где-то приблизительно вот здесь. Сейчас мы добавим объект. Так... Дойдет ли всплеск до Солнечной системы? И насколько он будет виден с Земли? Мне интересно. Так... Так-так-так-так. Альфа Центавра А. Расположим ее, допустим. Стой, стой, стой. По-моему, я... Я подлетел слишком близко, да, к Земле опять. 106. Ох, нормально. Я перелетел. Добавим... Вот сюда Альфа Центавра. Можно, в принципе, добавить Альфу Центавра Б рядышком. И добавить Проксиму. Вот так. А теперь мы взрываем нашу Альфа Центавра. И посмотрим, что будет твориться в нашей Солнечной системе, если всплеск дойдет. А он, конечно же, дойдет. Взрываем Альфа Центавра. Так. Хорошо. Процесс пошел. Скорость 47 секунд в секунду. Ого. Колоссально выглядит. Ну, а теперь я предлагаю вернуться к нашему Солнцу. Подожди. Где планета Земля? Альфа Центавра? Где Альфа Центавра? Я ее не вижу. А, вон она. Вон там произошел взрыв. четыре световых годов. нужно промотать время. Засекаем. Конечно, наверное, период месяца четыре-пять мы особо ничего не увидим, конечно, на ночном небе. хотя, я могу ошибаться. Возможно, да-да-да. Кстати, я уже вижу, вижу всплеск. То есть, буквально прошло четыре месяца, и видно с планеты Земля уже, в принципе, взрыв Альфа Центавра Б. Я думаю, что при взрыве ближайших к нам звезд до нас дойдут какие-то всплески, скорее всего, гамма-излучений, которые могут уничтожить всю жизнь на планете Земля, и это не очень хорошо. Стой. А что произошло с Землей? В смысле? Я не понял. Почему вся Земля замерзла? Что случилось? То есть, взрыв Альфа Центавра повлиял на наше Солнце, на погоду на нашей Земле? Что? Почему так произошло? Я не понял. Так, ну что ж, давайте ускорим процесс. пускай взрыв сверхновый от Альфа Центавра доходит до нашей Солнечной системы. Я думаю, это будет не очень хорошо. Так, поверхность Земли. Да, это бы смотрелось бы красиво, я тебе скажу. Осталось дождаться. Почти. Взрыв сверхновый почти вошел в нашу Солнечную систему, достиг ее горизонтов. Ну и привет, гамма-излучение. Но я не вижу никакого роста температуры или еще чего-то. Да, скорее всего, нас просто убьет излучениями. Хотя, если эти всплески дойдут именно до нас, до границ нашей планеты Земля, смерть однозначно. Да, ни температура, ничего не растет на Земле. То есть, как бы, бояться особо нечего, ну, как сказать. Бояться-то есть, что. Я думал, что будет все намного хуже, конечно. но напоследок можно тогда сразу вообще тут устроить хаос, как обычно я это люблю. Сейчас мы просто еще и взорвем солнце. О боже, дай-ка я замедлю скорость. Это невероятная скорость. Так? И теперь мы взорвем наше солнце. Просто устроим чертовский хаос. Ух, вот это всплеск. Неминуемая смерть. Что творится вообще в солнечной системе и за ее границами рядом на расстоянии десяти световых лет две сверхновые, посмотри. Колоссально. Вот эта туманность. Ну что же, на этом, наверное, симулятор наш эксперимент я закончу. Всем, кому понравилось, пальчик вверх, подписка на канал. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok